Всем привет, друзья, гости и подписчики! Я очень рада, что вы заглянули на наш канал, и сегодня я хочу поговорить о кето-диете. На кето-питании я нахожусь уже третий месяц, и за этот период я смогла сбросить около 10 лишних килограмм. И вот ближе к лету уже задумалась о том, что новые платья мне не хочется покупать такого же размера, в котором я сейчас нахожусь, а старые на меня не влезают, поэтому решила срочно худеть. Ну, в общем, это еще не первая причина, по которой я начала кето-питание. Я ее начала в поддержку своего дорогого и любимого человека, когда у него очень сильно ухудшилось здоровье, и сахар подскочил до 11 мм, что очень было серьезным показателем для его здоровья. В общем, я начала его поддерживать, сбрасывать вес вместе с ним и держать диету. Также за этот период он вместе со мной похудел, но об этом он расскажет, если захочет, отдельно в своем видео. Но сахар у него за этот период нормализовался до нормального состояния, до 5 мм. Так что кетогенная диета не только способствует похудению, а также и улучшает наше здоровье. Поэтому все, кто хочет худеть и улучшает свое здоровье, присоединяйтесь ко мне, я буду вас худеть. На начало кето-диеты мой вес был 73 кг. Для моего небольшого роста, 1,60 м, этот вес был нехорошим показателем. Поэтому я срочно решила сбрасывать эти лишние, ненавистные, наеденные килограммы примерно за год, за полтора, ну, где-то за 2 года, это точно. Я ела все, что хотела, когда хотела, бесконтрольно ела, я ела все, что запрещено, хотя я об этом знала. В общем, я радовалась жизни и ни в чем себя не ограничивала, но это привело к таким вот результатам. Я не стала нравиться себе в зеркале, в принципе, мне больше не устраивало то, что я не могла одеть ту одежду, которая мне очень нравилась, а ее размера не было. Поэтому, возможно, уже к лету, ну, может даже к осени, уже пройдет полгода, как я буду на этом питании, я смогу достичь своего идеального веса и своих идеальных параметров. Кстати, хочу пригласить все, кто хочет худеть и улучшать свое здоровье, а кето-питание способствует этому, оно улучшает не только ваше общее состояние, вы будете получать больше энергии, у вас будет больше сил, в общем, ваше тело будет просто благодарить вас за то, что вы правильно питаетесь. Приглашаю всех, кто хочет худеть и на этой диете уже худеет, кто хочет смотреть различные рецепты, которые я снимаю, кето-рецепты, пожалуйста, присоединяйтесь и добро пожаловать, будем худеть вместе. Дальше видео я покажу несколько рецептов, что я ем, что способствует моему похудению, а пока расскажу, что такое кето-диета. Кето-диета хорошо известна как низкоуглеводная диета, при которой организм в печени вырабатывает кетоны, использующиеся в качестве источника энергии. Она имеет много разных названий – кетогенная диета, кетоновая диета, низкоуглеводная диета, низкоуглеводная высокожировая диета и т.д. Когда вы едите пищу, содержащую много углеводов, то организм будет расщеплять их на глюкозу и вырабатывать инсулин. Глюкоза – самая простая молекула в организме. Поскольку глюкоза используется в качестве первичного источника энергии, то жиры не нужны и поэтому запасаются на хранение. Как правило, при нормальной, более высокоуглеводной диете организм будет использовать глюкозу в качестве основной формы энергии. Уменьшая потребление углеводов, в организме индуцируется состояние, известное как кетоз. Кетоз – это естественный процесс, который помогает организму выживать при сниженном потреблении пищи. Во время этого состояния в организме синтезируются кетоны, которые образуются при расщеплении жиров в печени. Конечной целью правильной кетодиеты является вход вашего организма в это метаболическое состояние. Мы не делаем это с помощью сокращения калорий, но благодаря дефициту углеводов. Наш организм очень хорошо приспособлен к тому, какие вещества получает с пищей. Когда вы перегружаете его жирами и убираете углеводы, он начнет сжигать кетоны в качестве первичного источника энергии. Оптимальные уровни кетонов обеспечивают улучшение здоровья, снижение веса, повышение физической и умственной производительности. И теперь немножко расскажу о состоянии кетоза. Кетоз происходит во время голодания, когда организму необходимо разрушать накопленную энергию. Оптимальная потеря веса будет в диапазоне глубокого кетоза. Легкий кетоз считается от 0,5 мм на 0,8 мм. Средний кетоз от 0,9 мм на 1,4 мм. Глубокий кетоз – это лучше всего для снижения веса. Он идет от 1,5 мм до 3 мм на литр. Если вы находитесь в диапазонах глубокого кетоза, то вам не нужно стремиться к еще более высоким показателям. Если уровень упадет до отметки 3,0, у вас не будет никаких лучших результатов. Иногда частые высокие показатели могут указывать на нехватку калорий в вашем рационе. Мой организм уже сейчас находится в кетозе. И кетоз я определяю с помощью специальных тест-полосок, которые вы сейчас видите на экране. Такие тест-полоски немного похожи на тесты для определения беременности. Их просто замачивают на несколько секунд в моче. И определяют с помощью специальной шкалы, которая есть на баночке. Вот по цвету, по уровню цвета определяется на каком уровне сейчас ваш кетоз. У меня на данный момент хорошие показатели кетоза, что и способствует моему такому хорошему и легкому похудению. Вот вы сами видите. Кстати, хочу сказать, что такие тест-полоски продаются в обычных аптеках в свободном доступе. Поэтому, если вы сейчас находитесь на кето-диете, то вы легко можете определить свое состояние кетоза. В нем вы или нет. Просто придите в аптеку и купите такие тест-полоски. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить оповещения о новых выпусках. Ну а для тех, кто досмотрел и дослушал эту информацию до конца, вы большие молодцы! Можете поставить палец вверх или оставить свой комментарий. И как я и обещала в конце видео, несколько кето-рецептов, что я ем для похудения. Для этого рецепта понадобится цветная капуста. У меня свежая. Если не найдете в магазинах свежую капусту, то можно взять и замороженную. Раньше я только замороженную готовила, но у меня она закончилась. А в магазине по акции была свежая цветная капуста. Поэтому я ее и купила. Кстати, по цене она была точно такая же, как и салатная молодая капуста. Разбираю капусту на соцветие и закладываю ее в кастрюлю. Буду ее варить. Как только вода в кастрюле с капустой закипела, огонь убавляю до среднего. И варю ее примерно 10 минут до полной готовности. Цветная капуста приготовилась. Теперь ее погружным блендером перебиваю до пюреобразного состояния. Готовим пюре из цветной капусты. По внешнему виду оно, кстати, очень напоминает картофельное пюре. По вкусу добавляю мелкую морскую соль и сливочное масло. И все хорошенечко перемешиваю. И пюре из цветной капусты готово. Можно подавать к столу. На кето-диете картофель и все рецепты, в которые картофель входит, запрещены. Так как к картофелю много крахмала и углеводов. Поэтому привычное картофельное пюре я заменяю на пюре из цветной капусты. Получается также очень вкусно и более полезно. В дополнение я добавляю скумбрию домашнего посола. А рецепт есть у нас на канале. Поделюсь с вами еще одним кето-рецептом, вкусным и несложным в приготовлении. Это тартар из лосося с авокадо и свежим огурцом. Я взяла небольшой кусочек малосольного лосося, а то примерно грамм 200. Нарезаю его на полоски. А затем на кубики. Отправляю в салатник. Также кубиками нарезаю один огурец. Добавляю к лосося. Нарезаю небольшую луковицу мелким кубиком. И нарезаю два спелых авокадо. Очищаю их предварительно от шкурочки. И нарезаю таким же кубиком. Еще я взяла немного перьев зеленого лука. Также мелко нарезаю. Добавляю ко всем остальным ингредиентам. Хорошенечко все перемешиваю. Сбрызгиваю половинкой сока лимона. Добавляю по вкусу морскую соль. Черный молотый перец. И заправляю маслом. Масло для кетопитания используем только оливковое. Еще раз все перемешиваю. Закрываю миску пленкой. И убираю в холодильник настояться. Примерно минут на 30. Можно и больше, если позволяет время. И затем можно уже формировать и подавать к столу. Тартар из лосося с авокадо и свежим огурцом готов. Вот так он выглядит. Сверху я добавила еще несколько зеленых оливок. И сбрызнула сверху оливковым маслом. Очень вкусно, сытно и полезно. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! И поделюсь с вами, друзья, третьим кету-рецептиком. Это морской окунь с кабачками, запеченный в духовке. Очень вкусный и легкий рецептик. Я взяла две тушки морского окуня. Предварительно уже очистила от чешуи. И сейчас за кадром я отрежу хвостики и отрежу ножницами острые плавники. Подготовленную рыбу я разрезаю на порционные кусочки. Закладываю в глубокую миску. И добавляю специи. У меня это соль морская по вкусу. Черный молотый перец. Также по вкусу. Чайная ложка сушеного базилика. Чайная ложка лимонного перца. Сбрызгиваю это соком половинки лимона. И заправляю маслом. Масло для кетопитания использую оливковое. Каждый кусочек рыбки натираю специями. Миску закрываю пищевой пленкой и оставляю промариноваться. Примерно на полчаса. Далее на кусочек фольги для запекания я в центр сбрызгиваю оливковое масло. Затем кладу немного колец репчатого лука. Сверху выкладываю рыбку. А под рыбку закладываю кружочки свежего кабачка. Все это сбрызгиваю оливковым маслом. Заворачиваю в виде конвертика. И отправляю на противень. Ставлю в духовку заранее разогретую до 200 градусов на 25 минут. Морской окунь запеченный с кабачками готов. Как немного остынет, можно подавать к столу. Вот так он выглядит. Очень вкусный, аппетитный и полезный. Легкий и простой доступный рецептик. И на этом, друзья, я заканчиваю сегодняшнее видео. Благодарю вас за просмотр. А кому была полезная информация и мои кету-рецепты, ставьте пальцы вверх или оставляйте комментарии. Присоединяйтесь к моему марафону похудения. И всем до новых встреч, до новых кету-рецептов. Пока-пока!